Всем здравия! Мы сегодня продолжаем наше занятие по розе мира. И если вчера мы с вами говорили о большой любви, о большой жизни, удивительного поэта нашего Данила Андреева, который в течение своей 52 лет жизни не увидел ни одно стихотворение опубликованное и еще 30 лет после своей смерти не увидел, то есть 80 лет, это, конечно, удивительное какое-то служение именно идеи, но он, причем вы знаете, что у него очень много просто было сожжено, уничтожено, и он восстанавливал потом в тюрьме все это по памяти. И напоминаю, что совершенно удивительным образом черновики розы мира, которые были написаны в тюрьме, были переданы Али Александровны, когда она туда приехала, вместе с личными вещами Данила. А потом прекрасная женщина из ЦК, которая отсидела вместе с ней в Мордовии, она ей помогла сделать вот эту экспертизу в сербском, и таким образом ему не назначили повторный срок. Таким образом роза мира была опубликована. Я действительно подтверждаю, что то, что мы держим здесь, вот в этих руках, с надписью Дарстиной Аллы Александровны, 1991 год, это уникально. Вчера я в этом убедился, потому что история с розой мира продолжилась, и она продолжилась очень трагично. Уже после того, когда мы были знакомы, то есть наши пути пошли своей дорогой, потому что мы переехали в деревню и стали строить наш замечательный этнокультурный центр «Колосвет». В это у нас уходило всё время. И я только вчера узнал, что оказывается, Алла Александровна мне говорила тогда ещё, что у меня должна быть операция на глаза, но я очень переживаю, потому что операция на глазах – это операция то же самое, что операция на мозг. Поэтому это очень серьёзно, это можно даже сказать опасно. Болезнь прогрессировала, и она ослепла. Я очень стара, мне почти 90. И это оказалось совершенно великолепным временем жизни, замечательным. У меня ничего не отнято старостью. Я и любить могу, не видя, не глядя, не дотрагиваясь. Тюрьма оказалась таким даром судьбы, за которую я бесконечно благодарна. Что-то вот слепоту я тоже получила. И пока не могу понять, что она мне хорошего принесёт, что она даёт. Но во всяком случае, выносить это я могу, может быть, благодаря тюрьме и лагерю, которые приучили меня распределению ценностей, что важно, что менее важно, что совсем не важно. И потом, ну если хотите, тому, что называется терпением, смирением и верой. Значит, так надо. Это не всегда легко. И когда она ослепла, тот фонд Данила Андреева, в который, в общем, она передала, она подписала все авторские права на все рукописи. И её обманули, полностью обманули. И с той поры этот фонд пересдавал неизвестно что. Поэтому вы абсолютно правы. Мы не можем. Вот это единственный эталон, по которому мы можем сверить. «Роза ли – это мира?» Потому что те люди, которые там пришли, она очень сетовала, будучи, опять-таки, уже в плохом состоянии, что не ведётся никакая научная работа по Данилу Андрееву. То есть к вчерашним у меня вопросы прибавились. Мы вчера с вами читали его удивительные стихи. Поэта Данила Андреева не знают. Мистика поэта Данила Андреева не изучают. Это я открыл интернет, и я в этом просто убедился. А вот этот фонд сделал всё, чтобы вообще поставить того. Мало того, был суд. Алла Андреевна, это уже, так сказать, история после нашего знакомства. Она прошла добровольную психиатрическую экспертизу, доказавшую, что она была нормальной, но в состоянии подписи она была из-за боязни остепни в состоянии аффекта, и поэтому она подписала. И вот эта удивительная история, я очень рад, что все вы можете открыть интернет и набрать больше, чем любовь. Ну, ещё добавить, например, Данила Андреев, Алла Александровна, или Алла Андреевна. Этот фильм выложен в Ютубе, и там вы можете увидеть Аллу Александровну, именно такой, которой она вот предстаёт сейчас в наших воспоминаниях, то есть вот высокой, стройной, удивительно интеллигентной женщиной, которая излучала из себя ауру такого ещё, я бы сказал, дореволюционной вот этой красоты, именно интеллигенции, которой мы поклоняемся, и которую я не знаю, где мы сейчас можем увидеть. То есть это осанка этой женщины, как она входила, как она говорила, как она готовила, как она угощала чаем, это всё просто потрясающе. Я напоминаю. Они были венчаны, как вы помните, в церкви где-то. Получается, что они прожили 22, ну, сколько-то там лет. Ну, из них, я даже сейчас цифры не совсем точные скажу, но из них они несколько лет только были вместе, потому что больше 10 лет они были в лагерях, в тюрьмах, в заключениях. И потом ещё она вот его, когда уже взяла на свои руки, буквально, он был смертельно больной, и за два года он пишет «Розу мира». Алла Александровна как раз занимается этой «Розой мира», и в итоге она издаёт «Розу мира». Конечно же, «Роза мира» – это уникальное совершенно произведение, которое стоит в одном ряду и время приблизительно, приблизительно, конечно, но оно одинаково с такой огромной работой Толкина, как «Властелин колец». То есть, фактически, одновременно начинается получение вот такого рода информации о тех мирах, которые на сегодняшний день называются фэнтези. То есть, ну, назвать фэнтези «Розу мира», конечно же, я не могу, потому что «Роза мира» – это откровение, которое давалось Данилу Андрееву, которое получал, и по свидетельству Аллы Александровны те академики, которые сидели, его сокамерники, помните, да, которые преподавали уголовникам науки в его такой келье тюремной, они говорили, что он не мог не писать, как будто ему диктует, как будто ему что-то идёт. Данил всё это творил, потому что он чувствовал в себе это признание, причём он осознанно не пошёл. То есть, он окончил литературные курсы, но он не стал публиковаться, он не стал писателем, он говорил, я не вписываюсь в эту действительность. Он говорил частенько советскую действительность. Понятно, да, почему, конечно же, он попал во все тяжкие. Но я думаю, что здесь кроется очень много каких-то загадок, каких-то тайн, потому что не случайно они собирались построить храм солнца на Воробьинах горах с крестом и розой. Вообще, это напоминает Розенкрейцеров. Поэтому, думаю, здесь действительно есть какие-то тайны. Начинает писать о том, что вот эта книга, она создана, потому что он чувствует перед человечеством две огромных опасности. И эти две опасности он называет. Это мировая война, третья мировая война и страшная бездуховность. На самом деле его предсказания уже сбылись, потому что третья мировая война идёт, а страшная бездуховность сейчас уже облачилась в такие изощрённые формы воздействия на человеческие сознания и на уничтожение человеческого рода, что только какие-то страшные уцераоры, описанные Данилом Андреевым, могут вот в литературной форме представить вот те силы зла, которые реально стоят за этими процессами. Совершенно праведчески звучат его строки. Деспотические образования планомерно осуществляют при этом принцип крайного насилия, либо хитрым сочетанием методов частично вуалируют его. Темпы убустряются, возникают такие государственные громады, на сооружения, каких раньше потребовались в веках. Каждое хищно по своей природе, каждый стремится навязать человечество именно свою власть. Их военная и техническая мощь становится головокружительной. Они уже столько раз вергали мир в кучину войны тираний, где гарантии, что они не вергнут его еще и еще. И наконец, сильнейший победит во всемирном масштабе, хотя бы это стоило превращение третьей планеты в лунный ландшафт. Тогда цикл закончится, чтобы уступить место наибольшему изол. В единой диктатуре над уцелевшими двумя третьими мира сперва быть может олигархической, а затем, как это обычно случается на втором этапе диктатур, единоличной. Это и есть угроза, самая страшная из всех нависавших над человечеством, угроза всечеловеческой тирании. Вот они пророческие слова. Мы сейчас понимаем, что есть олигархическая тирания, и в олигархической тирании мы даже знаем фамилии тех, кто стоит во главе вот этого транснациональных корпораций, которые действительно ради сверхприбыли уже уничтожают в буквальном смысле всё человечество, которое покрыто и мусором. Поэтому он говорит о том, что роза мира будет приходить, конечно же, Даниил, он большой утопист, она будет приходить через какие-то специальные вот такие вот институты, потому что человечество придёт к тому, что нужно будет объединиться в всеземную федерацию, и именно лучшие из лучших будут представлять человечество и осуществлять управление этим человечеством. Самое главное упор он делает на этику, что в первую очередь должна существовать этика, и, конечно же, он предполагает, что этот процесс необыкновенной энергии и называет он, что будет создан человек облагороженного образа, и не обязательно это пойдёт долго, это может пройти достаточно быстро. Наступивший 2019 год назван нашими аналитиками, как год, мы говорили, начало Армагеддона на физическом плане, то есть весь мир сейчас будет подвергаться трансформации и форматированию, никому сейчас спокойно жить на планете не получится. Все мы знаем, что постоянно под угрозой взрыва Эллустона, что происходит с мировыми, так сказать, процессами, и поэтому мы с вами понимаем, что человек облагороженного образа, это важнейшее, чем мы с вами сейчас и занимаемся, то есть учение, почему оно дано? Для того, чтобы мы смогли воспитать человека облагороженного образа, то есть человека благородного, опять ведические чувства корня, я, кстати говоря, посмотрел в книгах 40-х годов, всё-таки пишется ведическая культура, то есть заявляю вам прямо, слово ведическая культура это не новое образование кришнаит, оно давно используется в научной литературе. Нацистская Германия, например, ухитрилась добиться своего даже на глазах одного поколения. Ясное дело, ничего кроме гнева и омерзения не могут вызвать в нас её идеалы, не только идеалы, даже методика её должна быть отринута нами почти полностью, но рычаг ею открытый должен быть взят нами в руки крепко сжат, приближается век побед широкого духовного просвещения, решающих завоевание новой, теперь ещё едва намечаемой педагогики. Если бы хоть несколько десятков школ были предоставлены в её распоряжение, в них формировалось бы поколение, способное к выполнению долга не по принуждению, а по доброй воле. Выполнение долга не по принуждению, а по доброй воле. Не из страха, а из творческого импульса и любви. В этом и заключён смысл воспитания человека облагороженного образа. Я это беру просто за цитату, потому что именно в это время мы продвигали идею создания анахотической педагогики. Мы даже такое название, такой термин ввели. Мы его, конечно, как-то даже потом написали, как-то не помню, педагогика сердечности или педагогика сердца. И когда вот вчера вам уже сегодня не принёс вот этот драгоценный, я боюсь, что у меня вообще один экземпляр вот эта газета, где впервые Даниил Андреев из Тонкого мира увидел свое стихотворение, была издана на ВЛЕС-Техническом институте. Мы как раз таки, вот когда всё это творили, мы создали курс «Сила в завете предков», от которого это всё и пошло. И студенты сюда приезжали в 90-е годы по 20-30 человек, и как молодые лося здесь бегали, по полям собирали, как говорится, хлеба, урожай, я имею в виду сено, учились мы все работать, и здесь-то мы как раз столкнулись. Вот это, представляете, выполнение долга не по принуждению. Но вот в колосвете это основная задача. Я не буду говорить сложность, проблема, потому что мы не можем ничем ударить. У нас мы не можем повесить на доску позора, ну что мы можем. Человек всё делает не по принуждению. Чувство долга, понятие, как индусы говорят, тхарма, понимание, что это надо. И творческие импульсы любви. То есть мы не можем всех загнать. Все на мистерию солнечную коляды, все репетируют. Это должен быть импульс солнца и любви. Сегодня такой импульс прошел. Понимаете, вот это совершенно удивительно, и что облагороженный образ педагогика, во-первых, в советское время достигла больших успехов в этом плане воспитания. Вспомним того же Макаренко, педагоги именно русские, отечественные, сухомлинские, ушинские. И сейчас вот есть такой Аманашвили, как раз гуманная педагогика, который вот в Светоч приезжает, вернее, его сын уже приезжает, который проводит как раз огромные семинары на вот именно эту тему. Реально анахотическая педагогика. Он рассказывает вот именно о, как с помощью любви можно воспитать ребёнка, то есть создать именно человека облагороженного образа. При больших надеждах рождается большая педагогика, в малых надеждах малая педагогика. Поэтому нам нужен завещенный взгляд на наших детях. И допустим, что он явление нашей жизни. Тогда как будем подходить к явлению? С репетом, с уважением, с огромным подчёркнутым уважением. Уважать. Корчак говорил, уважайте незнание ребёнка. И можно это продолжить. И невоспитанность ребёнка надо уважать, и грубость надо уважать, хамство надо уважать, ибо он ребёнок. Вот себе эти вещи уважать нельзя. Но ребёнок воспитывается. А во мне, если грубость и хамство, так, это никто уважать меня не будет. И не должны уважать. Вот иметь возвышенное представление о своих детях. Пожалуйста, придерживайтесь этому представлению, и чтобы он, ваша мечта, правда, состоялась, ищите методы в ваших мечтах, а не в конкретных ситуациях. он нагрубил, и тот же даётся сдачу, тот же угол, тот же не пущу, тот же не дам, как ты смешишь, и так далее. Вот размельчается педагогика. Мне очень радостно, что в связи с этими занятиями мы вспомнили вот этот термин, его можно, конечно же, в наших беседах о традиции, традиции и воспитания на нашем канале сказок от Абаюна и Скалосвета как раз-таки вот об этом говорить. Даниил пишет сразу же об удивительном человеком, который смог видоизменить мир не путём насилия. Великий Махатма Ганди, первый в новой истории государственный деятель праведник, он утвердил чисто политическое движение на основе высокой этики и опроверг ходячее мнение, будто политика и мораль несовместимы. Махатма Ганди пешком прошёл всю Индию со своей шахтей женой, пешком всю Индию, босиком можно сказать, и предложил очень простой способ не сотрудничайте с англичанами. Я вчера всё думал, может быть нам вот пойти по Руси и каждый дом заходя говорить нашей семьёй не сотрудничайте с американцами, выглядит нелепо, к сожалению. У нас была мысль, мы же запустили, когда вот только был вот этот момент, когда был Крым, когда вот это мы стали, вот Крым стал наш, Крым закрыл Макдональдс. Крым закрыл Макдональдс. и мы запустили в интернете информацию, люди, давайте три дня хотя бы не ходите на американские фильмы, по всей стране Голливуд погибнет. Это реально так. Вот представляете, ну как вы думаете, я не знаю, люди добрые, вот сидящие перед экранами, вы сможете не ходить на американские фильмы? Ну, в общем, я, конечно, это всё шуткую, потому что мы не ходим, да, дело в том, что мы и не ходим, поэтому, конечно, мы сегодня поговорим, мы идём путём Ганди, на самом деле, у меня для этого есть радостные вести, но просто это было удивительно, он давал садхану определённую, причём, я считаю, что Ганди шёл под покровительством Мокоши, потому что одно из обязательных частей его садханы, ну, основное это было не насилие, это было ручное ткачество, обязательно что-то надо там вязать, это у нас поклонница Махатмы Ганди сидит, поэтому, Ганди это совершенно уникально, да, то есть, это вот, конечно же, духовный опыт, и мы сегодня вспоминаем об этом не случайно, потому что перед Индией стоит огромная опасность, наши аналитики даже написали президенту Индии о тех опасностях, которые Индию в течение этих ближайших лет, ее будут ломать незнамо как, уже Майдан в Индии начался, 10 миллионов шудр подготовлено, то есть, есть почва, куда кинут бомбы, очень важно, что вот здесь, понимаете, Махатма Ганди был праведник, вот эта праведность, это вот, это очень важно, то есть, когда он читал, выступал в английском парламенте, он вот читает, читает лекции, представляете, а потом говорит так, извините, у меня время Пуджи, отходил, садился, весь парламент, все ПР, лорды, сидели, ждали, пока слышали такое, шепеляги у нее, не все зубы были, он прочитает Пуджу, прочитает Пуджу, он на машине, он на машине, он на машине, он на машине, то есть, сидите, европейцы, вот этот уровень, поэтому мы пойдем по домам, когда наши люди уже поймут, что не стыдно выходить в народных костюмах, не стыдно петь русскую народную песню, и водить хороводы, это здорово, вчерашний день показал, все-таки 40 человек прибыло, даже одна женщина из Санкт-Петербурга, просто вот на наше выступление, чтобы радостно поводить хороводы, то есть, побыть вот в этом удивительном родном поле. Роза мира предполагает интеррелигию, он об этом говорит, то есть, что все религии должны объединиться, но сколько я вот знаю опыт создания, например, в Казани создан храм всех религий, создатель этого храма, у него очень трагическая судьба, потому что все религии невероятно агрессивны, поэтому как и политика, как и идеология, да, и поэтому мы берем сейчас с вами именно Розу мира для того, чтобы усилить свое мировоззрение, чтобы усилить свой мировоззренческий фундамент. Он, конечно же, пишет о том, что существует предрассудка, предрассудок о науке, что наука где может все, но на самом деле наука, находится на службе у олигархов. Это мы просто видим сейчас невооруженным глазом. И о том, что религиозные институты, да, то есть они также находятся в определенных политических играх, но это не имеет отношения к истинной науке, к познанию истин этого мира и к познанию Бога. То есть, как мы помним, Вернадский говорил, что существует три способа познания мира. Научный, божественный и с помощью искусства. Вот, что интересно, Данил Андреев фактически тоже открывает вот эти возможности. И он пишет о том, что религия должна, конечно же, перевоплотиться. соцветие религий не только не погибло, но именно под влиянием научного и социального прогресса обогащается тем, что сделает мировую религиозность вместо сочетания разрозненных лепестков целокупным и единым духовным цветком розы мира. То есть, вот мы получаем первое определение розы мира, что это некое созвучие всех людей, идущих духовным путем. Потрясающе. Но именно же в это время, во время Великой Отечественной войны и до нее пишется Агни-йога. Мы сейчас не берем вот этот аспект, до которого была написана тайная доктрина Блаватская, в которой как раз-таки все были наполнены только одной мыслью, как объединить разрозненное человечество. Движение, которое предохранит себя от искажения идеала и методики нерушимой броней высокой нравственности. Такое движение не может не быть признано прогрессивным, перспективным и творческим молодым. Вот о чем он пишет. Броня нравственности. Каждое слово Данила Андреева в сегодняшний день звучит просто как набат, оно звучит как колокол. Дальше он пишет о том, что, конечно же, первый огонь розы мира разгорится в России. Никто, кроме Господа Бога, не знает, где когда затеплется первый огонь розы мира, страна России только предуказана. То есть он говорит о том, что страна России предуказана. И когда мы говорим о розе мира, то мы берем, я беру просто уникальный совершенно журнал АУМ, издающийся в Нью-Йорке и вышедший в 90-м году. Все это было в одни в годах понятия. И вам просто читаю страницу 21. Это учение принесла в наш мир Елена Петровна Блавацкая. Основой теософии космос, эволюция духа и существование великих учителей мудрости. Блавацкая описала миссию учителей и эволюции человечества и этим обрекла догму полному пересмотру. Хотя Блавацкая была унижена и осмеянная наукой и руководителями церкви, она указала на 1975 год, как на время, когда должен сойти на землю новый духовный импульс, который поднимет человечество на более высокую ступень мирового развития. Предсказание, сделанное давно-давно. Импульс действительно сошел. Учение пришло в этот мир и пришло оно в Россию. То есть предуказанное всеми, так сказать, предвицами оно воплотилось. И мы имеем счастье сегодня здесь сидеть и заниматься по этому учению, по тому духовному импульсу, который вновь пришел и пришел он в Россию. И, конечно же, здесь он пишет о том, что это не должна быть какая-то религиозная конфессия. То есть роза мира это, конечно же, должно быть учение. А что значит учение? Учение это значит истина, которая содержит в себе принципы великого закона и не облекается в догмы. Что всегда хотят люди? Люди всегда хотят новых знаний, новых догм. Люди не хотят мыслить. Люди хотят повесить еще на кого-то свою ответственность. Вот есть у нас спаситель, мы все грехи на него там повесим. но именно наше исконнее мировоззрение, а мы с вами вчера читали стихи Данила Андреева, и увидели, какое у него отношение к природе, к родному миру, к родной былине, оно как раз предполагает такое понимание, ведическое понимание именно истины и ответственности за то, что ты делаешь. Как традиция наша говорит, у нас нету грехов, у нас есть поступки, поступки бывают благие, бывают лихие, и за все мы несем ответственность. Поэтому нельзя, как у Достоевского, помните, а я буду грешить и каяться, грешить и каяться. Это очень удобная, конечно, для сознания уловка, понимание того, что Бог Всевидящий, а в первую очередь мы сами себе судьи, и суд совести, который мы проходим, суд великого разума, это суд нашей совести, поэтому основа нашей традиции, это, конечно же, вхождение в святилище через Семаргла, где мы оставляем тень, где мы призываем Семаргла не оставить нас угрызением совести, потому что если совесть внутри нас не гложет, то начаться уже совсем-совсем уже все плохо. Пишет Данил Андреев, что розы мира не есть международное религиозное общество, вроде теософического, антропосовского или масонского, составленного наподобие букета из отдельных цветов религиозных истин, эклектически связанных на всевозможных религиозных лугах. Это есть панрелигия в том смысле, что ее следует понимать как универсальное учение, указающее такой угол зрения на религии, возникшей ранее, при котором все они оказываются отражениями различных пластов духовных реальностей, различных видов иноматериальных фактов, различных сегментов планетарного космоса. А здесь выдохнуть. Под планетарным космосом понимается совокупность слоев различной материальности, различного чела пространственных и временных координат, но непременно связанных со сферой Земли как планеты. Планетарный космос это земной шар во всей сложности материальных, а не физических только слоев его бытия. Подобные могучие системы именуются у множества небесных тел, они называются брамфатурами. Брамфатура земли носит имя Шаданака. Об этих словах, как и многих других употребляемых здесь впервые есть словарь. То есть Даниилу давали определенные названия. В конце здесь имеется вот этот словарь вот этих слов, то есть мы вот видим там например Яросвет, Крагр, Стихиалия, Уцраора, то есть он дал определение существам тонкоматериального мира. То есть Даниил, так как он сам путешествовал, он пишет, то есть он путешествовал в этих мирах, то он и просто их описывал. Он просто их описывал. И это по сути дела я бы не сказал, что это ченнелинг, потому что это все-таки нечто иное. У него были определенные проводники, была определенная миссия и самое главное была выстраданная жизнь ради этой миссии. Сказать, что придет учение розы мира, которое даст понимание истинных ключей ко всему. Вы меня поняли, да? То есть дело в том, что без понимания ключей истины мы не сможем даже разобраться в розе мира, мы можем запутаться, потому что мы понимаем прекрасно, что в начале своей жизни у Даниила действительно было такое специфическое, вы помните, что он написал записку «Я разрешаю тебе, бабушку, умереть для того, чтобы встретиться с мамой», потому что про его бусеньку, то есть Александру, его бабушку, ой, извините, про Александру, это его мама была, то есть ему даже не могли сказать, что она умерла, то есть он жил жизнью дарованной бабушкой, потому что то, что я вчера как-то побоялся сказать и озвучить, я в фильме это увидел, Александра на это и говорит, она ему подарила жизнь, то есть он когда болел дифтеритом, она умерла, а он выжил, поэтому буквально через сколько-то время над речкой черной его поймали, он стоял на мосту, он хотел просто пойти в гости к бабушке и маме, то есть для него умереть было, ну вот у него такое, он всегда был рядом со смертью, поэтому мы с вами абсолютно правы, он находится как-то под покровительством Велеса, а Велес, да, вот эта взаимосвязь с мирами, с волшебством, и именно он вводит в своей детской мифологии Бога веселье, а это как раз есть Велес, и вот такое рядом стояние со смертью, оно делало Данила именно причастным нашей, так скажем, ведической основе, православной основе, православный человек не боится смерти, потому что он понимает, что её нету, наши предки понимали, это сохранилось в народной традиции, понятие какое, что когда человек рождается, он умирает на том свете, рождается на этот свет, и там все плачут, а здесь все смеются, а когда он умирает, то здесь все плачут, а там все радуются, потому что ждут его за столом с рассказами о том, как жил его род. Такой истинный угол зрения, вот именно, розы мира, он должен обнять Шаданакар, как целый, как часть божественного космоса Вселенной. И поэтому, если старые, он пишет, религии, это лепестки, то розы мира цветок с корнем, стеблем, чашей и всем содружеством его лепестков. То есть, учение должно собрать, вобрать в себя весь лучший опыт человечества. Потом, дальше, он пишет о том, что это могут быть только учения правой руки. То есть, он не смотрит, конечно, мы не можем брать учения так называемой левой руки, то есть, такие направления, как сатанизм, чёрный шаманизм, то есть, это не берётся. Именно те учения, которые вели человека к Богу. Напоминаю, что у Даниила Андреева всё его пребывание в тюрьме была иконка Серафима Саровского, чьё незримое присутствие он постоянно ощущал. И он говорит Индия, о зероастризме, то есть, вот мы говорим, о вот как раз том, о чём говорит всегда Сай Баба. Великий Сай, потому что он как раз у него созвучие всех религий, да, вы помните это. Вот его эмблема, индуизм, тхарма, да, буддистская, зероастризм, ислам, христианство. Да можно посмотреть? Нет, я предлагаю подумать. Ему задали вопрос, только не надо пока, пожалуйста, сейчас ничего. Это христианство, это неважно, христизм, мегаперсенционизм. Настолько, имеется в виду, здесь вот, мировая религия, она есть, направлений я ничего не озвучиваю. Он говорит, ну, нарисуйте. Вот, то есть, понимаете, то есть, мы здесь говорим о том, о том, что все религии, они ведут к Богу, все народы, и, конечно же, все древние народы, и он здесь вот рассматривает сущность древнейшей иудаистской парампоры, то есть, все дороги, они ведут вот к Богу. Поэтому, конечно, вам, дорогие телезрители, придется набраться очень большого терпения. Роза мира требует большого душевного труда и понимания. Но я хочу вспомнить то, о чем говорила Алла Александровна. В фильме она этого не говорит, поэтому только я вам могу из устной передать. Она говорит, мы сейчас, Роза мира, еще раз повторяю, объединение. Мы сейчас, говорит, не можем объединиться. Если мы сейчас объединимся, нас быстро хлопнут темные силы. Но это действительно так, потому что мы в плане социума слабые. У нас есть масса зацепок, за которые могут они взяться. Как же, как же, как же, как же вот это распространять? И вот, понимаете, опять-таки, каким-то чудом судьбы вырастает сейчас на новом этапе движения Русский ЛАД, который занимается мировоззрением и который в том числе занимается русским космизмом. И в этом году будет проведена конференция по русскому космизму. И я думаю, что одной из тем ее будет все-таки Роза Мира, если мы успеем все это вложить, потому что потрясающе, но Юрий Васильевич Курносов, профессор, доктор наук, он дружил с Аллой Александровной, который был недавно в гостях там. Понимаете? То есть, как-то они ниточки опять все сходятся, что мы должны об этом действительно говорить. Алла Александровна говорила, что когда призовут нас уже, когда призовут, мы объединимся, а пока мы более напоминаем все с вами партизанское движение, которое зародилось в Можайском районе. Собрались, определились, обусловились, что делаем, что делаем, вводим хороводы, поём песни, ладим пространство, разошлись по своим местам. То есть, понятное дело, ну, можем выйти там с КПРФ под лозунгами «нет пенсионной реформе», опять поводить хороводы, наладить пространство, потому что мы с вами реально сейчас мировой олигархат в социуме, в социуме перепрыгнуть не можем. Там везде идёт понятие, понимаете, проектов, да, то есть, олигархи. Но дело в том, что мы с вами можем делать это дело, пока нас не призвали на полное объединение, на то, чтобы распространялись вот такие светлячки, чтобы распространялись вот такие центры лада, да, то есть, вот такие вот лепестки розы мира, вот чтобы она розы мира раскрывалась, потому что роза мира – это мандала, то есть, роза мира – это великая мистерия, вы же понимаете, то есть, она разворачивается, роза имеет все пропорции золотого сечения, то есть, это разворачивание в человечестве принципов великого закона, в первую очередь, разворачивание его в сознание человека, принципов великого закона и принципов, ну, то есть, все зависит от нашей реакции, да, то есть, вот можно считать, что звук готовящегося обеда, он мешает очень серьезной лекции, а можно считать, как же я благодарен Маше, которая не участвует на этой лекции и готовит нам покушать, то есть, от определения сознания, то есть, идёт видоизменение смысла, у нас висело, то, что ты должен сказать, должно быть правдиво, доброжелательно и полезно, можете это записать, повесить во всех углах своей комнаты, это легче, первая часть этого очень легка, вот вторая часть тяжела, всё должно быть сказано доброжелательно, полезно и вовремя, роза мира, она была сказана вовремя, она была выстрелана, сказана она была вовремя, вот опять-таки, о чём мы говорим, о том направлении, которое сейчас мы можем подхватить буквально все, это направление сердечная педагогика, это броня нравственности и создание человека облагороженного типа, понимаете, в чём дело, а согласитесь со мной, что сейчас нужна броня нравственности, я у другого слова даже вот сейчас подобрать, это же Данил, в те-то времена такого не было, представляете, стремление розы мира в том, чтобы стать восприемницей, умножательницей и толковательницей этого познания, познания метаисторического откровения, соборный мистический разум живого человечества, она будет осмысливать исторический процесс с его прошлым, настоящим, будущим и чтобы вступить в творческое руководство им. Если можно будет говорить о каких-то догматах в её учении, то эта догматика глубоко динамичная, многоаспектная, способная к дальнейшему обогащению и развитию и длительному усовершенствованию. Ещё раз напоминаю, Даниил Андреев во Владимирской тюрьме создаёт образ розы мира как учение, которое проявится в человечестве, которое проявится в России для того, чтобы быть именно живым учением, которое объемлет мир метаисторически, не только физические процессы, но и процессы, идущие в космосе. То есть, если мы вспомним Огниёв, у нас есть явный пример. В тот год, когда побеждает Шамбала, когда оказывается битва в Шамбале, и Шамбала выходит, проходит этап своего очищения на тонкоматериальном уровне, в этот год происходит победа, битва под Сталинградом. То есть, земная битва является отражением небесной битвы. Вот о чём постоянно говорит Даниил Леонидович. Он постоянно говорит о том, что идёт вот в этом многомерном, многослойном мире нашей солнечной системы, ещё раз повторяю, земной вот этот. Видите, у него есть понятие, да, то есть, именно вот нашего земного мира, бромфатура. Бромфатура, я сейчас пользуюсь его терминологией, он не называет эгрегор, он упоминает слово, называет это бромфатура, а брам, смотрите, уже мы слышим, брама, здесь какая-то связь с брамой, да, вот, вот, именно здесь идёт вот это многослойное очищение. Он пишет про принуждение, противопоставляет ему императив внутренней дисциплины. На воспитание именно этого импульса построится вся новая педагогика, о её принципах, методах, как о методах перевоспитания и возрождения. Речь пойдёт скоро. То есть, представляете, как это важно, а именно вот чем мы здесь занимаемся в полосвете? Вы знаете, мы здесь занимаемся воспитанием и перевоспитанием. Термин перевоспитания, вы знаете, где он применяется, да? Он применяется в тюрьме. Но так как все сознания человека находятся в темнице его духа, вот, то есть, в его, вот, именно, сознании, как тюрьмы, тюрьмы его свободной воли, то можно сказать, что тема перевоспитания, она важна. Поэтому, что первое идёт в перевоспитании? Трудовое, трудовое, счастье, труда. Скажу я так. Вот, счастье, труда. Поэтому, как говорится, чтобы познать силу Ганди, приезжайте к нам на грядки и приходите к себе на огород. Неважно, куда. Главное, труд, это вот то, что всегда составляло основу нашего мировоззрения. Наши предки много-много трудились и гораздо меньше ели. Он пишет, конечно же, великого духа Ганди, то есть, потрясающее зрелище, человек, не обладавший никакой государственной властью, в подчинении которого не было ни одного солдата, даже ни одного личного слуги, не имевший крова над головой, ходивший на бедренной повязке, стал совестью, стал духовным и политическим вождём трёхсот миллионов человек. Это тогда. Ну, именно потому, что он был, между прочим, без крови над головой и был в повязке. Я вижу совершенно чётко, что когда мы все собирались в одном доме, вот здесь вот проблем было меньше. Когда человек, чем лучше, то есть, я бы, вот знаете, как семинар проводил, чтобы все бы приехали вот в этой избе, вот на полу сено постелить, чтобы какую-нибудь бешеную выставить за это, причём ещё сумму, чтобы зарабатывать целый год. То есть, я к чему? Я не к тому, дорогие телезрители, а вы подумайте. Мы же сейчас решим этот вопрос легко. Тогда это ценится, потому что мы вчера вспоминали, кто куда здесь приезжал в этот колхоз. И понимаете, что интересно, что сейчас-то нет колхозов у студентов. Я думаю, они лишены, в принципе, самого главного, потому что именно все характеры, именно всё выявлялось в колхозе. То есть, когда вот это идёт содружество, тогда ты видишь, кто ты есть на самом деле через реакцию других людей. Потому что, когда человек посещает вот эти мега-такие курсы для продвинутых, где занимаются коучингами, шмоучингами, и ему кажется, что он уже обрёл вообще мировую гармонию, и потом, когда он выходит вовне, он говорит, ой, какие люди несовершенные, всё-таки я, я-то не такой, как они, я выше их, я познал тайны вселенной, а они-то кто эти, людишки там бегают. Понимаете, то есть, начинается развитие гордыни, а в этом плане, именно в русской традиции очень много говорится о понятии гордыни и об умении это, так сказать, гордыню обуздать, потому что обуздать мы её не можем ничем, хочу вам сказать. все свои отрицательные качества давить бесполезно. И чем мы больше будем давить своё отрицательное качество, тем оно вот сильнее просто выстрелит. Что делать? Отвечайте, вы уже пять тысяч раз на занятия. Хорошие качества. Развивать в себе положительное. Правильно, развивать в себе положительное, а иногда просто их, просто формировать их в себе, но они где-то в зачатке всё-таки в нас есть, то есть, оно же есть в нас доброе. И вот именно развивать вот это действительно положительное. Когда мы развиваем вот этот свет, вот вы теперь ответили на вопрос, что такое учение розы мира? Это учение колос света, учение колеса света. То есть, мы усиливаем свет, и когда мы усиливаем свет, рассеивается тьма. Потому что опыт показывает, если что-то давить, то рано или поздно, если человеку говорить, говорить, что ты осёл, ты осёл, он когда-нибудь на тебя накинется. Потому что в целом все мы очень красивые, счастливые, здоровые, в мир упитанные. То есть, мир, роза мира, это именно усиление вот этого света. И традиция наша, медическая традиция говорит, очень важная вещь, называется чёрная гора. То есть, ведущий традицию, обряды, передающий духовное знание, никогда не должен встать на чёрную гору. Кто такой чёрная гора? Это когда у него начинает развиваться самомнение. Вот чем быстрее тебя хряпнуть с этой горы, тем лучше. Чем больнее, тем лучше. Понимаете? Потому что там иногда наступают процессы необратимости. То есть, вот сейчас в моде, например, сыроедение, один сыроед, помню, мы сидим с ним в электричке, я говорю, ну вот как-то я ушёл от сыроедения я. Причём он говорит это поедаем пирожок. Я говорю, а почему ты пирожок ты ешь? Ну иногда нам можно. Как ты ушёл? Мы же в золотом царстве, а это же медное. Я говорю, а с чего ты взял, что ты в золотом царстве? Что, сияешь от праведности? В твоих лучах люди исцеляются? Что? Что ты? Ты просто обычный дебил, который вообразил себя мега-царём, Иван-царевичем, то есть, который решил, что если сейчас, мне вчера очень понравилось, люди, кричит человек, что делать? Блогеры, атакуют, объясните им правила склонения, правила русского языка. Абсолютно безграмотно приходит эра безграмотных людей, бездарных людей, которые, ну, она всё описана. Всё это описано, то есть, всё это описано в розе мира и описано в древних ведических источниках. То есть, сейчас такое время, когда, но нас это не должно волновать. Если они не знают правила русского языка, если они не вежливы, то мы с вами всё-таки обладаем ведической мудростью, а значит, мы с вами вежливы. Поэтому он пишет, что розу миру будет возглавлять коллектив достойнейших. Действительно, и сейчас такое время, когда всё будет определяться. Вот уже несколько мировых каких-то даже событий, которые состоялись, показывают людям, что правда на стороне России. То есть, вот уже в мировом масштабе это всё есть. Но как людям вот сейчас в стране показать, что те процессы, которые идут сейчас, что не нужно на это реагировать, потому что это бесполезно. Можно делать только тем, чем занимаемся мы. То есть, мы усиливаем лад, а это значит, что роза мира будет только расцветать. И, конечно же, у розы мира особое отношение к творчеству. Именно творчество, это учение именно должно быть основано на тем, что проявлялось его творчество. Вот как раз учение, оно говорит об этом, что всё мы должны проявлять в своё творчество. Творчество, в первую очередь, в сознании, чтобы выстраивать, работать с своим сознанием, самая увлекательная работа. Когда мы слышим свой внутренний диалог, то есть, это очень интересно, то есть, что мы вообще думаем об этом мире, когда мы начинаем анализировать наши мысли, когда мы начинаем анализировать наши чувства. И, конечно же, потом мы имеем большую вот эту радость именно творчества. Данил мечтает о том, что роза мира, когда она расцветёт, и вот в этом поле розы мира будет всё человечество, люди будут свободно заниматься творчеством. Дальше, конечно, я смотрю, все утописты делают одну маленькую-маленькую ошибку. Они всё мечтают о том, что как-то так будет развиваться прогресс, что появится много времени. Для творчества появится много времени. это глубочайшее заблуждение, потому что прогресс – это корень, техногенная цивилизация – это корень зла, потому что это как раз одна из сторон нашей цивилизации, которая показывает её неблагородность. но Даниил на самом деле пишет о том, что у человека есть много способностей, много способностей, и он может ходить сквозь стены, ходить по воде, то есть, просто эти способности, эти возможности нужно в человеке раскрыть. То есть, конечно же, человек должен идти путём раскрытия своих способностей. И он пишет о том, что сейчас возникает представление о миллионах содружеств, подобных нам душ, то есть, он говорит о том, что мы не едины в нашей Вселенной, и мы не едины на нашей планете. Ари Моя, ныне возникающая в небесной стране культуры общечеловеческой. То есть, как видите, в слове Ари Моя у нас чётко совершенно звучит Ария. То есть, сразу мы вспоминаем Арияна Веджру за растризмом. То есть, он видит человечество, что возникает вот именно очищенное, вот это рунизированное знание, наше знание, нашей традиции, которая прошла многоветвистый путь, и который сейчас мы как раз таки с вами все и возрождаем. он говорит о розе мира, о основе идеи, и что человечество должно войти в состояние соверчества. Вот вы знаете, состояние соверчества очень легко воспринимается в ведической культуре. Вот к нам приехали шаманы из Якутии. Они говорят, нам нужно, чтобы проехать дальше на запад, получить благословление предков, ваших предков. И поклонились нашим предкам. Прошли все обряды. Мы, когда нам нужно было поехать на перевал Хакасия-Тува, мы обратились через шамана к предкам этого места. То есть, вот это поклонение, поклониться предкам родов, для родовых ведических учений проблем просто никаких нет. поэтому, конечно же, если говорить об образе Аримойя, то, конечно же, все светлое, все то, что идет во свет, оно нам близко и понятно. И строение розы мира он пишет так. Розу миру можно сравнить с прокинутым цветком, корни которого в небе, а лепестковая чаша здесь, в человечестве, на земле. И ее стебель откровение. Через него текут духовные соки, питающие и укрепляющие ею лепестки. Но, кроме лепестков, у него есть сердцевина. Это ее собственное учение. Учение это не есть механическое сочетание наиболее высоких тезисов различных теософий прошлого. Кроме нового отношения к наследию религиозному розы мира осуществляет новое отношение в природе, в истории, к судьбам человеческих культур, к их задачам, к творчеству, к любви, к путям космического восхождения, к последовательному просветлению Шаданакара. Вы уже поняли, что такое Шаданакар? Это вот все тонкие миры, окружающие нашу планету. Иначе это будет эклектизм. То есть он как раз утверждает учение. И дальше в чем же смысл, основной смысл, я хочу сказать, верю в свои книги, в чем же смысл розы мира? В том, что она говорит о том, что существует метаистория. И он особенность своего метода он раскрывает. То есть вначале идет первая стадия мгновенное просветление озарения. Обычно смысл действительно попадает просто как капля и эврика нас озарила. Нужно любить весь мир. Но вот понимаете, мы это не сказали, а это капля смысла как упала, озарение, вспышка, молния, яркая вспышка в ночи. То есть как Перунова с пола. Вот этот удар и вот происходит озарение. После того, как вот этот результат озарения продолжает храниться в душевной глубине. И вторая стадия это сепь состояния, они недели в месяц появляются почти ежедневно. Это созерцание, вживание в это. И затем дальше идет третья стадия, наиболее свободная от вне личных нерассудочных начал. Здесь идет мета историческое осмысление. То есть озарение, проживание, осмысление. Вот суть метода Даниила Андреева. Даниила Андреев не пользовался никакими методиками медитации. Он не занимался йогой. То есть у него это все было спонтанно, вот так ему открыто. И вот у него это все происходило. И вот он просто вот это все вот так вот описал. То есть идет какое-то озарение, потом идет это переживание и осмысление. Поэтому, конечно же, если к вам пришли какие-то озарения, не ленитесь их записывать. Я испытываю огромное счастье, что больше 19 или 20 лет я записываю каждый день. Вот это большое счастье, потому что какие-то приходят и потом мысли, какие-то приходят озарения. Мне тут, например, сон приснился. Такое, что у нас идет научная конференция, мы открыли формулу красоты народа, базирующейся на ее этничности. Исходя из этой формулы красоты, народ можно привести в эволюцию либо в деградацию. Правда, больше я ничего-то не помню. Формула красоты, как это, формула любви, графу Калиостро. Но мы все-таки, конечно же, должны эту красоту, вот эту формулу красоту в себе находить. Хотим немножко, может быть, чуть-чуть перерваться. Нормально, да? Потому что роза мира это занятие не вот тебе, да? Но все идет, да? Все идет. И, конечно же, что мне очень важно, что он говорит о охране животных, о защите животных и о мирах стихиалий. Об этом бы я хотел поговорить. Скажите, пожалуйста, ну, вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос, я обращаюсь к нашим телезрителям, они с нами. Пожар. И горит очень ценная картина, рядом с ней котенок. Кого вы спасете? Котенка бесценная, просто огромную сумму строит картина, вот она сгорает, или котенок? Конечно же, котенка. Даже не может возникать вопроса, потому что котенок это творение Бога, а картина это творение человек. Можно иного нарисовать, по большому счёту. То есть, жизнь это бесценный дар. Из этого исходит вся основа нашего мировоззрения. То есть, именно жизнь как бесценный дар, отсюда Ахимс, любовь ко всему живому, оно как раз составляет вот эту уникальность. И здесь вот сейчас мне бы хотелось как раз зачитать про миры стихиалии. То есть, как видите, уже из того, что я сейчас сказал, получается, что мы имеем основы педагогики перевоспитания и воспитания человека облагороженного с бронёй и нравственностью. Он фактически даёт эти вехи. И вот важный вопрос. Вопрос очень обширный, однако нетрудно, мне кажется, заключить, в чём будет состоять главная особенность этого отношения. Ведь восприятие розы мира отличается прежде всего ощущением прозрачности физического слоя, переживанием просвечивающих сквозь него слоёв трансфизики, горячей любовью к этому переживанию и его старательное выпестывание. Это ощущение охватывает сферу культуры и истории и отливается в учение метаисторическое. Она обращается к Солнцу, Луне, к звёздному небу и делается основой учения вселенского, то есть метаэволюционного. Она охватывает земную природу и находит своё выражение в учении о стихиалих. Учение же о стихиалих оказывается ветвью ещё более общего учения о структуре Шаданакара. помню, что Шаданакар это наша брамофутра. Объяснил. Сколько не были бы замутнены древние представления о стихиалих, духах стихии в самом широком смысле, побочными примесями, внесёнными ограниченностью человеческого воображения ума, сколько бы операция не скажала в пантеонах политеистических религиоза природных божеств. В самой основе этих вер лежит истина. И поэтому он пишет, что стихийные божества, они, конечно, мы их делаем антропомофными, но самое главное это сопереживание с этим удивительным миром. Миром стихий, которые сохраняют лес, речку. Помните, мы в стихе вчера живая плоть реки, то есть вот это состояние аромата, трав, гор, небо, ну то есть вот все, вся природа, которая нас окружается. И он называет их невидимые друзья сердца. Вот эти невидимые друзья сердца, которые всегда находятся с нами. И дальше, конечно же, я просто прочитаю про один случай. Лично у меня пишет Данил Леонидович, все это началось в знойный летний день 1929 года вблизи городка Триполья на Украине. Счастливый усталый от многоверстной прогулки по открытым парям и по кручам с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра и на песчаные острова между ними, я поднялся на гребень очередного холма. Передо мной, не шевеляясь под неизвергающимся водопадом солнечного света, простиралось необозримое море подсолнечное. В ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием так бы трепещет невидимое море какого-то ликующего живого счастья. Я ступил на самую кромку поля и сколотившимся сердцем прижал два шершавых подсолнечника к обеим щекам. Я смотрел перед собой на эти тысячи земных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, чье ликование я чувствовал над этим полем. Я чувствовал странно, я чувствовал, что эти невидимые существа с радостью и гордостью вводят меня как дорогого гостя, как бы на свой удивительный праздник, похожий и на мистерию, и на пир. Я осторожно ступил шага два в гущу растений и, закрыв глаза, слушал их прикосновения, их еле слышно позванивающий шорох и пылающий повсюду божественный зной. С этого началось. Правда, я вспоминаю переживания этого рода, относящиеся к более ранним годам, отроческим и юношеским, но тогда они не были еще такими захватывающими. Но и раньше, и позже, не каждый год, но иногда по нескольку раз за одно лето, случалось среди природы обязательно наедине минуты страны опьяняющей радости. Они являлись по большей части тогда, когда за плечами оставались уже сотни верст, пройденных пешком, и когда неожиданно попадал в незнакомые мне места, отмеченные пышностью и буйством свободно развивающейся растительностью. Весь с головы до ног, охваченный восторгом и трепетом, я продирался, не помня ни о чем, сквозь дикие заросли, сквозь нагретые солнцем болота, сквозь хлещущие кусты и наконец бросался в траву, чтобы осизать ее всем телом. Главное было в том, что в эти минуты явственно осизал, как любят меня и льются сквозь меня невидимые существа, чье бытие таинственно связано с этой растительностью, водой и почвой. Почему-то я очень мало встречал акцентов на этом случае, говорящий о самом главном. Вот это понятие волховского отношения к миру. Именно он описывает все состояния волхва, которые идет в соединении с этим миром и обретает друзей своего сердца. Представляете, какое замечательные слова, как четко это сформулировано. Вот это является основой, а не то, что говорили в 90-е годы вокруг, да рядом с розой миром. Сами понимаете, что там говорили. Там был сплошной ченнеринг. Да вот, что нам подсказывает седьмая планета Катисапея. И что нам пишут с этой звёздной цивилизацией. А так как мы были в Академии Энергоинформационных наук, у нас была женщина, секретарь Академии Энергоинформационных наук, которая, ну так как всё казалось метафизического, исторического, нервы нужно беречь, она постоянно вязала. И чтобы, ну то есть сознание сохраняло какую-то стабильность. А представляете, каждый день к нам прибывали в Академию разные люди. И вот однажды она сидит, вяжет, как всегда, вбегают кучи людей и говорят, мы к Фирьезу Рахимовичу концевировали, то есть основателю и основоположнику термина энергоинформационного обмена в природе, собственно, и руководителя Академии Энергоинформационных наук. Я знаю, сейчас он сейчас воспримет, вы не понимаете, вы не понимаете, вы понимаете, с Юпитера прилетели, уже прилетели, я знаю. Откуда вы знаете? Так вчера у нас делегация с Венеры была, они прилетели, а то все не с Юпитера. Понимаете, вязание помогало сохранять чувство устойчивости, но именно только и это окружало розу мира, то есть познание тонких миров, хождение, раскрытие, раздалбливание третьего глаза. Еще раз повторяю, все, что нам дается, любая какая-то, если нам дается способность, как талант, мы за это должны платить своим духовным совершенствованием, то есть важна броня нравственности, вот о чем пишет Даниил Андреев в этой книге, и поэтому, конечно же, когда он приводит опыт вот этого метафизического определения многостойного мира, он приводит, речь идет о вступлении Будды в состояние Абхиджны, широкое прозрение в сферы, не имеющие названий, в бесчисленные системы миров и солнц, двигающихся с поразительной правильностью мириады за мириадами, где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время частью целого, одним из серебристых островов на Сапфировом море, вздывающимся в бесконечном стремлении к переменам. Он видел владых света, которые держат миры невидимыми узами, а сами покорно движутся вокруг более могущественных светил, переходя от звезды к звезде и бросая непрестанное сияние жизни из вечно меняющего всех центров до самых последних пределов пространства. Все это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, весь ряд Кальп и Маха-Кальп. Когда нам один рассказывал брахманского рода человек молодости, он когда родился, там все это просто в Индии, ему астролог уже прямо написал, говорит, в России будешь жить, на русской женишься. Но были сомнения у брахмана, у родового жреца, что он сможет стать Болхвом, брахманом. И однажды он говорит, а вот все-таки он тянулся он в общем-то больше, как говорится, коммерции. Ну, в итоге он поехал здесь окончил университет по Треслу Мумба бизнес 90-й годы. Вот такая как бы эта история. А предыстория такая, что так как они были из древнейшего рода Срасвадия, однажды ему он сказал, пойдем в долину нашей древнейшей реки. И мы посмотрим, они пошли. Он стал читать, вернее, петь, да, веды, они поются. Он стал петь мантры. И он говорит, посмотри, какая сила мантры. Он поет мантры, просто показывает на растение, и оно вспыхивает энергию. Он показывает, жарцвет расцветает. Вот это тот самый жарцвет, который происходит в Купальскую ночь. Это вспыхивание мощной энергетики, которая выходит из-под земли. Это как раз из старства Велеса. Говорит, теперь заходи в реку. Он зашёл в реку, и Брахман начал читать древнейшее заклинарие. Он помнит, что он увидел приблизительно то, что я вам только что написал, что весь мир стал единым, вот это всё вращается одно в другом. То, что, помните, нас в детстве очень пугало, вот эта бесконечность, а ещё у нас бесконечность, а представляете, у нас ещё клетки, а в клетках атома, это всё взаимосвязано, и вот это всё, а где мы, кто я? Очнулся, через две недели он в больнице. Прямо как в этом кино, очнулся гипс. Он очнулся, он потерял сознание, без сознания приезжал две недели, и он увидел над собой склонённого Брахмана, который ему сказал, видишь, ты не выдержал, и миллионной доли выдержать это секундное состояние, ты поезжай в Россию, не быть тебе Брахманом, то есть, ну, не по судьбе. Непростая у него была судьба, поэтому меня очень предупреждали, меня сильно предупреждали, не снимай фильм про Розу Мира, не снимай фильм про Розу Мира. Я сейчас даже озвучивать здесь не буду многие вещи, но предупреждаю вас, потом, то есть, Розу Мира можно читать только с ключами нашего учения колосвета. Это я заявляю с полной ответственностью за свои слова. Иначе унесёт водоворот таких тонкоматериальных ощущений, что мама не горуй. И ещё, мало того, это ещё отражается на конкретно на личной жизни, на всём. дело в том, что это нужно понимать. Ну, 90-е годы, ну что вы. Багин решил кино снимать. Боженька уберёг. Вся плёнка оказалась непонятным образом, это же не плёнка была, это уже цифра, ну, или что там было. Не знаю, что там было. 90-е годы, какие, но это была профессиональная камера. Она вся вот так вот засветилась и звука не было. Не снял я этот фильм. Есть в интернете фильм «Больше, чем любовь». И там вы пообщаетесь с Аллой Александровной, которая как раз представит такой, когда мы с ней познакомились. Поэтому, конечно же, представить себе, а вот Сай Баба, он это состояние каждую секунду держал. Это вот это состояние. Вы теперь понимаете, что это умение держать вот это состояние. То есть, вначале озарение, потом это всё вот это сопереживание, а потом ещё это осмысление. И тогда вот это входит к нам знаниям. Поэтому меня просто потрясают, когда люди начинают говорить, ой, а вы опять всё то же самое будете, те же самые тетради будете читать. Да вот эту розу мира, чтобы её, её 20 лет надо читать. И читать вот так вот строчку, потому что читать-то мало, надо же, для чего вообще существуют наши встречи? Для того, чтобы мы это знание вот именно через осознание. И я вам даже завидую, у вас же синяя тетрадка, даже вчера какая-то история была интересная. То есть, такая святочная, святочная история. все нашлось. То есть, вот с помощью этих ключей. И дальше, конечно же, я завершаю сегодняшнее наше занятие по розе мира на странице 45-й, потому что это основное, то, о чём нужно говорить сейчас с каждым мужчиной и с каждой женщиной. Здесь вот как раз написано, то, что является основой нашего учения. Я же вам обещал, святки так святки. Происхождение зла, мировые законы, кармы. очень внимательно слушайте. Если миф о восстании и падении Люцифера рассматривать в применении к духовной истории Шаданакара, он потеряет смысл. Никаких событий в мета-истории нашей планеты, которые могли бы быть отражены в событиях этого мифа, не совершались никогда. Совершилось однажды, весьма давно, нечто иное, о чем воспоминания, хотя и очень искаженные, сохранились в некоторых других мифах, например, в сказаниях о бунте Титана. Об этом, впрочем, предстоит говорить подробнее в другой связи. Что же до легенд, связанных с восстанием и падением Люцифера, то эти события совершились некогда в плане вселенском и превышающего все категории нашего разума в масштабах той макро-брамфатуры, которая объемлет Вселенную. Этого не встретите вы нигде. Именно поэт Роза Мира, а я потом расскажу печальную историю, ответ на ваш вопрос, где найти подлинную, а я даже не знаю, где найти, кроме вот этого. она как раз здесь говорит о сущности, потому что когда мы начинаем рассматривать падение Т, мы начинаем применять к этому обычно рамки нашего сознания, а мы с вами, он правильно сразу говорит, даже не надо думать на эту тему, мы с вами вот такую масштабность не можем осознать. У меня, например, когда я познакомился с учением, у меня первая была мысль, почему нельзя собрать всех темных и сжахнуть их, ну почему нет, ну почему мы не можем всю пятую колонну сейчас собрать и сжахнуть, ну почему не можем всех этих олигархов шарахнуть, на эту тему фильм убить драку. Потому что первый бой, который мы даем, это бой внутри себя. Изменяя себя, мы изменяем мир. То есть мы можем изменить только себя, мы не можем изменить, поэтому мы не можем с вами вот это мировое зло даже оценить, потому что это нужен ого-го какой уровень. Это вот сразу, наверное, от меня многие отпишутся. Вот у Владимира Владимировича Путина у него не просто федеральное, у него мировое мышление. Он видит это все в тех играх, которые ведутся в мировых элитах. Поэтому что здесь можно понимать, о чем здесь можно судить? я не призываю ни на какие демонстрации протеста. Их сейчас много пойдет. Идет переформатирование. Давайте мы совершим акцию возрождения света в своем сознании. И тогда вот даже малый круг людей, а он не очень малый, которые говорят о великом законе, он начинает пульсом давать в пространство смысл, который разгоняет темные облака. И это, конечно же, очень важно. То есть мы с вами уже понимаем, что с помощью великого закона мы входим в понимание ритмов более высокой масштабности. Совершилось то, что будучи переведено духовицами древности. То есть очень хорошо сказано, Данил, понимаете, он нам переводил. Понимаете, мы можем переводить, и всегда есть неточности перевода. Почему я говорю о важности ключей? В плоскость эпохальных человеческих понятий и отлилась в этот момент. Как мы говорим, рунизировалась, да, ну то есть на сегодняшний день мы его имеем. Эпохальные понятия отмерли, масштабы наших представлений расширились неизмеримо, и если теперь мы хотим уловить в этом мифе бессмертные истины семь идей, мы должны пренебречь всем эпохальным, внесенным в него, и остановиться лишь на одном центральном факте и утверждаем. Естественно, что сознание даже мудрейших в те времена отстояло от теперешних представлений об объеме структуры Вселенной так далеко, что ведение Вселенского, просачивавшееся в их сознание благодаря усилиям невидимых друзей их сердца, сдавливало, стискивало в тесном объеме их эмпирического опыта, их сильного, но не обогащенного и неистанчившегося ума. Впрочем, мало чем легче и задача того, кто ныне пытается выразить в человеческих понятиях и словах хоть отзву Вселенской тайны о восстании так называемого Деницы. Такая попытка состояла бы из двух стадий выискивания в океане наших понятий именно тех, которые ближе других к отражению этой запредельной реальности. Во-первых, выискивание в океане нашего языка таких словосочетаний. Вы понимаете, да, почему у нас слово нахоробие? Потому что нужны словосочетания, которые в состоянии хоть сколько-нибудь отразить в свою очередь эти ускользающие понятия. Во-вторых, но такая работа связана с органическим ростом личности и ее Вселенского опыта. Ее нельзя форсировать по собственной прихоти. Я чувствую себя находящимся лишь в начале этой работы. Поэтому говорить что-либо о вселенских событиях этого порядка я не могу, кроме обнаженной констатации некогда совершившегося факта. В незапамятной глубине времен некий дух, один из величайших, называемый нами Люцифером и Леденицей, выражая неотъемлемо присутствующую каждой монаде свободу выбора, отступил от своего Творца ради создания другой Вселенной по собственному замыслу. К нему примкнуло множество других монад, больших и малых. Создание ими другой Вселенной началось в пределах этой. Они пытались создавать миры, но эти миры оказывались непрочны и рушились, потому что восстав богоотступнические монады этим самым отвергли любовь, единственный объединяющий цементирующий принцип. Вселенский план проведения ведет множество монад к высшему единству. По мере восхождения их поступения бытия формы их объединения совершенствуются. Любовь к Богу между собой сближает их все более. И когда каждый из них погружается в солнце мира и сотворит ему, осуществляется единство совершеннейшее слияние с Богом без утраты своего неповторимого Я. Вселенский замесел Люцифера противоположен. Каждый с примкнувшим к нему монад только временная его союзница и потенциальная его жертва. Каждая демоническая монада от величайших до самых малых приведет мечту стать владыкой вселенной. Гордыня подсказывает ей, что потенциально сильнее всех именно она. Ей руководит своего рода категорический императив, выражаемый до некоторой степени формулой «Есем Я и Есем не Я». Все не Я должно стать Я. То есть Мой. Другими словами, все и все должны быть поглощены этим единственным абсолютно самоутверждающимся Я. Бог отдает себя. Противобожеское начало стремится вобрать в себя все. Вот почему оно есть прежде всего вампир и тиран. И вот почему тираническая тенденция не только присуща любому демоническому Я, но составляет неотъемлемую его черту. Поэтому демонические монады объединяются временно между собой, но по существу они соперники не на жизнь, а на смерть. С захватом локальной власти группой скоро вскрывается это противоречие, начинается взаимная борьба и побеждает сильнейший. Но Господь творит новые, новые монады. Вот в этой огромной борьбе, которую действительно решительно непросто осознать. Я вспоминаю то, что всегда цитировала, а может быть она передавала его слова, может быть я единственный, кто передам вам эти слова, Даниила Андреевна. У Бога есть Он сам любовь, и только у Бога есть время. У Деницы, то есть у Люцифера времени нет. Поэтому темное начало не может ничего создать, оно может только извращать, оно может только разрушать. Я думаю, что вы внутренне потрясены. Даже как и я сегодня ночью, когда перечитав Володю Егорову с благодарностью Алла Андреева, посмотрев немного этот фильм, я нашёл подтверждение своим словам. Дальше история складывалась так. Я говорил о том, что Алла Александровна была больна, она говорила, что ей нужна операция на глазах, но она боится, потому что операция это на мозг. постепенно Алла Александровна слепнет. И фирма Урания, которой там руководило некое существо, используя настигающую слепоту Аллы Александровны, вот эта фирма или общество, не знаю как, можно сказать, обманным путём завладевает правами на работы Данила Андреева. И что самое ужасное, уже слепнущая Алла Александровна беспокоило только одно, что книги не переиздаются, что если они переиздаются, то они не проверяются, поэтому не знаю, что там издаётся вообще. Вот, мы имеем, что там они понаписали. И то, что конечно же самое главное, то, что именно не ведётся серьёзная исследовательская работа розы мира. Я сегодня ночью обнаружил, что эта работа не ведётся. Ни литературоведческая, ни искусствоведческая, ни историческая, никакая. Вот пишут что-то про другие миры, про инопланетян, вот очень активно. Ну да, Данил пишет про это, про тонкие там миры. Вот почему-то все застрелят. А вот на таких базовых вещах отношение к природе. Вот что такое роза мира, что такое друзья сердца, вот можно как это развивать. Есть же что здесь развивать в этой книге, есть что показать. Да, вот это образ вот этой любви Аллы Александровны, она говорит, я жила в мирах Данила Андреева, я редко соприкасался вообще с внешним миром. То есть она всё посвятила для того, чтобы это было издано. И она это издала, то есть вот эти книги издала Алла Александровна, то есть Роза мира при ней вышла московский рабочий, между прочим фирма Олеся, вот и авторские права Алла Александровна Андреева. То есть понимаете, значит позже всё происходит. Вот Железная мистерия, ансамбль русские боги, Роза мира и Железная мистерия. Вот клиптик основных его книг. И понимаете в чём дело? Она всё это выполнила. Она всё это выполнила. И 30 апреля 2005 года на 91 году жизни она сгорела в своей собственной квартире. В интернете есть даже справка. Я сегодня ночью даже эту справку увидел сами глазами. Оказывается в интернете есть прямо список всех пожаров. Кто погиб, что. Нашли Аллу Александровну около дверей обожжённую сложившую руки как египетская жрица. Хранили её в закрытом гробу. И всё это вы можете увидеть в фильме «Больше чем любовь». То есть это произошло в 2005 году. Ей после смерти уже швидкой описали права. но слава Богу уже больше ей мучиться не надо ну хватит уже ну сколько можно женщине она уже отсидела в лагерях всю свою молодость она потратила всю свою жизнь народу мира. И вот получив какой-то глоток в своё время конечно же во времена перестройки она сумела это всё издать и попалась в ловушку вот тех самых о которых пишет Даниил Андреев. И конечно то есть вот она ушла к нему через огонь. Она ушла к нему через огонь. Причины не сны у неё не было лампад она не могла зажигать огонь и проводка сгореть не могла. Поэтому те книги которые вы увидели вчера они уникальны. Всё сгорело. И вот пометуя действительно о таком удивительном человеке который вот воплощает принцип тхармы как она сказала для чего посылается женщина в этот мир чтобы украшать его и молиться. Вот я думаю что мы всё-таки как-то донесём до людей вот эти идеи прекрасные розы мира то есть то ради чего она положила свою жизнь и вот так вот так она в принципе была в нищете последние годы потому что ей не давали ни копейки это издательство. Её просто опять обокрали на что я думаю к чему она относилась так же как Данила Андреев ну а что носовой платок замечательный можно мне его лечь и прикрыться и будет темно только в тюрьме и всё-таки если мы читаем то мы видим сколько жизнерадостности вы верите в то что вот здесь вот сейчас я вам читал про подсолнухи написано в тюрьме в тюрьме всё написано вот эти обороты вот эти сочные слова да и я вспоминаю вот эту её квартиру вы её увидите в этом фильме вот этот балкон куда мы выходили куда мы смотрели это Брюсов проезд от Тверской который были те кто прошли до нас были те кто заплатили за это ценой своего счастья были те кто заплатил за это ценой своей жизни и это есть путь и роза мира она как раз говорит об облагороженном образе и это уникальная возможность того что мы с вами живём как раз в этом прекрасном благоухающем цветке эволюции человечества когда мы способны именно осознать своё триединство осознать своё строение своё место в этой многомерной вселенной познать мета-историю с помощью познания мета-историю уже определить и то что человечество испытывало так скажем в своей жизни ну и используя всё-таки принцип святок куда-то ну там то сейчас я прочитаю когда стоп скажете стоп нет ещё не в праздничных огнях не в храме ночью сквозь железный переплёт в тюрьме лёгкими бесшумными скользящими шагами близишь ты воздушный свой полёт ко мне тихо озаряется душа как келья свет благоухающий пахнул как сад тихая нездешняя звенящая веселья льётся драгоценнейшая всех наград о ты не потребуешь коленопреклонения к сонному наклонишься сквозь дрожь ресниц радужно светящимся миром откровенье райским колыханием ветвей и птиц сердце моё вызвалишь из немоща и горя в сумрачных чистилищах возьмёшь со дна нежная как девочка лучистая как зори взором необъемлемая как страна душа руси которую конечно же была и его возлюбленной Алла Андреев которой никто не подал руки в последние дни которую оболгали обокрали и может быть подожгли она умерла от угарного газа задыхаясь сложила вот так вот смиренно руки я думаю она радовалась что идёт навстречу к любимому Даниилу к его любимой бусеньке бабушке к его любимой маме и увидит те миры которые нам подарил Даниил Андреев благодарю к его бусеньке КОНЕЦ